Не слышал им, не, чтобы кедыщ пани Эва Блащик критиковала бенгжина Виктора за коллаборацией с носными вильками Пучина. Люб, чтобы кедыщ критиковала самих носных вильков Пучина. А лишь поляце, через меньшинницкую смерть своего менеджа генерала Блащика, пани Эва и стала вплывовым, дядомым, фигуром в политике польской. И через то вплывовое поляце, она стала тоже выбитным членом этого райда Катынского, как позднее доведел, почему, что она там не выпадково была, что она проводила этих увельбителей и главнификаторов носных вильков Пучина. На этих носных вильках, на которых вещи выкрадания закладников Крыма, украинских закладников, и привезения их до России, о чем говорили украинцы, выбитные джинникаши, то, что они подтвердили. Тобто на них, на этих носных вильках, есть еще вещи и преступство по кодексу карнему. А Тенрайт антикатынский? От Венгрина, тобто фракция, группа политичная в этих носных вильках, дай Бог, чтобы так было, от Венгрина и от этих протестантов, которые не хотят быть от Венгрина, то в которой группы, до которой группы нальше паня Эва Бласик? До Венгрина, или до анти-Венгрина? И поляцы, до дня вчера, я думал, что это справа с ПИС, что ПИС ей улетел, улетел эту миссию. А оказалось, что паня Эва, уже большой калах часов. И в том числе, однозначно, когда эти носные вильки через Виктора Венгрина хотели ехать и ездили, и впровадили через территорию Польской, право как богатыры, тобто частенцы, збродняжи, коллаборанты, збродняжи, глорификаторы, носных вильков, райд антикатинский. В каком райде сейчас паня Эва? В катинском, или в антикатинском? То уже справа приватна пани Еве. И в вашем поляце я маму моральный обувензок не допустить того, чтобы святым память генерала Блазика выкороствовали врожи, силы, как польские, для польской, так и для Украины. Те силы, которые и забили самого богатыра польски, святой памяти генерала Блазика. И ввиду того, хочу поверить поляце, такую кратчуткую историю, которая произошла еще в 2014 году на Майдане в Киеве летом, когда мы были, когда нас палил этот предатель Майдана Кличко Виталий, который стал сейчас во властье с бокса, пошел во властье и спалил, выжучил с подстепностями, целый Майдан Киевский, который заводил и прошел этим смертным политикам, олихархам, кратнуть и спрятать Украину. То есть такая психология, звыкла, даже не детская, но звыкла взрослых людей, по которой базируем все, как и дела из правы пани Элы, так и украинских kobет, сестр и матек, тех, кто на фронте, на предней линии фронта. То значит, летом на Майдан упал страшный, 45 в течение. Приехали на этот Майдан пожелать, чем кому-то хочет. Матки, сестры, жены этих жовнежиков, молодых и немолодых, которые были в окружении. В 2014 году они были между Донецким и между Россией. И им срюцали амуницию до борьбы, размеров, которые не подходили до их люф. И, против того, у них все было распределено. Не было ни воды, ни жарча, ничего не было. И они там сами в поле, только под шалом. То есть, на смерть ржуцаны жовнежики, наши родные украинцы, которые борются при таком доводстве, поперченном, как и было, и прямо сейчас, в 2014 году, на самом начале лета, в самом распалу войны. И те матки приехали, жены и сестры. И не мало кого им возвращать. Пошли на Майдан. Ну, медиа Майдан, UA, PL, польско-украинский Майдан. И там до нас возвращались. Зробили репортаж. Потом иду, я там пресс-конференция за день в Кризис-центр. И там говорил такой репортаж от Генерального штаба украинского. Я говорил, ку-корь, девочки, идем. И они Они там 5, 6, 7, 10 маток, сестр, жены пошли на пресс-конференцию, я говорю, я там не пойду, потом прийду, вы там сами уже идите и спросите на вопрос, когда медиа, 10-15 медиа были, дуртовые медиа Украины, чтобы задать единое вопрос, когда их ротируем, ротацию сделаем, этих жовняжиков. И они вшели в том хале, и сядем отельный жертвец, пресс-конференция, там генералы, медиа, марионарка, все сядем, задаем вопросы, я им кивом курты, дамы, давай в атаку, на штурм, напшуд, пытайте за своих родных, близких, которые там, ну они там сидели, сидели, как загипнотизованные какие-то. И там Лисченко, и уже ему понедельник, там эти матки пришли, жены, и он такие пристрашенный на пашонку, и их начал хвалить. И мы говорим, тут сидели матки наших жовняжих, украинских патриотов, которые сейчас на фронте, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, такие патриотические, блядые оружные. И те матки, сестры, жены сидели, как гипнотизованные, я им кивом, давай атакую, курты, пытай за своих родных. Они себе сидели, что-то там спитали, какого-то, блядых, а когда ротация там будет, о, там будет, приятно, бля-ля-ля-ля-ля, ротация будет. И уже так, они пошли, медиа их окружили, там full вопрос, было там, пытали, пытали, там полгодзины, может, с годзины. Я там чекал, когда-то что-то, давайте ешь, еще наступнее. И курсы за годзины, они выходят, выходят из той халы, пресс-конференции, и лечом, как лабенджи, счастливые, что их лисенка, тот речник от штаба генерального, о чем-то запытал. И я им говорю, леди, хелло, девчонки, матки, шановные, когда наступник на камеру, давайте что-то говорить, кричать на целый свят о своих детях. Не, они уже на то не смотрят. О чем та историка? Тобто они пошли, особенно, такие, задоволенные в эйфории. О чем та историка, что этот патернализм, навык, вплывет так, на мать, так, на жен, сестр, сестр, что они запоминают о своих самых близких родных, своих, ну, крепких родаков. Что до них поведал речник Порошенковского штаба генерального, праве крюль до них взручился. И они запомнили о своих родных, близких. Я, допустим, эту историю, там, рассказывал своим коллегам, но так, на камеру первый раз это рассказывал. Я был на то ли шокованный и до дня сегодняшнего, что я понимаю, для того и пани Эвы, а лишь час меня и уже пани Эвы, никто ниц о ниц не заграждал. Для того, когда человек уже, ну, в ореолах, в обидности, в славе, то человек перестает мыслить критично до того, в меру справедливости, каким Бог поставил этого человека на то становиско. По-просто начинаем впливать на человека. Инны цехи, в оголе инны. Как до смерти, в святой памяти, пана генерала Бласика. Але для того и мы jesteśmy. Для того, чтобы то вспоминать нашим родакам, христианам в самом свете. И навручать на право и справедливость христианского вымиара. То в оголе не такой вымиар, о котором пишет Аллах Акбар, пан Мендлер. И о невольничстве египском он разумеет, говорит, что не нужно быть такими, как Жидцы, а нужно быть такими радикалами, калами, радикалами, как ОНР-овцы. Тобто, тем ксюнз был створен не для учения библийного, а для зеспоу ОНР. И он подтюнингует тум библии под тем зеспоу ОНР, который был забранен в Польце в 1934-1938. И богатыры армии краевого шукала тоже вздлавица перед почвением часову повстания варшавского. Так что повем еще раз, Поляцы, что христианство, библия, каноны христианства были написаны Богом для людей, через Дух Святый. Не для того, чтобы некоторые люди прибирали то писание на свой улад, на свои группы сполечные, на свои политические интересы, решта-решта. Хотя бы для того, чтобы Бог не створил землю для не ОНР-овцев, не для разных Аллах-Акбаровцев в Польце. Для христиан, через то, чтобы они навручили себя, через вяру, вярыгодную вяру в Христуса, Бога нашего Всехмагонного, а не в войны, а не в какие-то патологические группы сполечные. През псевдом казнодзеев. КОНЕЦ КОНЕЦ